Здравствуйте! Вы смотрите Итоги недели. О главных событиях расскажем прямо сейчас я, Наталья Харламова и мои коллеги. Итак, сегодня в выпуске. Встречаем лето. Более сотни ребят побывали на городском празднике, посвященном Дню защиты детей. Берегитесь автомобили, ЮИД выходит на дорогу. Болеем за наших, жаркие футбольные баталии на стадионе «Витязь». Первый день лета начался с красочного праздника. Город Крымск превратился в большую игровую площадку. Мои коллеги побывали на празднике лета, детства и дружбы и знают, как это было. Пришел к нам радостный юн. В саду щепечут птицы. На эту площадь только глянь. Вокруг родные лица. Районный праздник в честь Дня защиты детей собрал в Крымске много ребят. В центре города работали аттракционы и игровые площадки. Детский городок сладости и веселья здесь начал работать с раннего утра. Я русская матрешка, собою хороша. За тысячу обложек лежит моя душа. В центральном парке царила праздничная атмосфера. Больше всего детей радовали аттракционы, надувные горки и машинки. Около кинотеатра «Русь» ребята смогли проявить себя в творческих конкурсах. Мастер-классы, конкурсы, большую концертную игровую программу, где выступили детские творческие коллективы и хорошее настроение, подарили детворе организаторы праздника в первый день лета. Это лето нам давит праздник. Этим летом удача с собой принесет в сироп проказник. С началом летних каникул и Днем защиты детей поздравил глава крымского городского поселения Янис Будага. Мальчики и девочки, я хочу вас поздравить от администрации города Крымска с этим большим праздником Днем защиты детей. Пожелать вам здоровья, успехов, чтобы вы на этой площадке, почащик нам всегда приходили, потому что эта площадка будет работать для вас каждый день с 18 часов до 20. Весь день ребята гуляли по парку, учились чему-то новому, развлекались, участвовали в игровых программах, спортивных турнирах, ели сладкую вату и мороженое. В Краснодарском крае активно реализуется программа обеспечения жильем молодых семей. Глава крымского городского поселения Янис Будагов вручил нуждающимся семьям сертификаты. Кто стал счастливым обладателем, свидетельство о праве на получение социальной выплаты в нашем следующем материале. Улучшены жилищные условия семи молодых семей города Крымска. В рамках подпрограммы обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы жилища глава крымского городского поселения Янис Будагов вручил семьям свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилых помещений или создание объектов индивидуального жилищного строительства. Он отметил, что Крымск принимает участие в реализации жилищной программы с 2009 года. За это время помощь приобретении жилья была оказана 57 молодым крымским семьям. Мы очень рады, что этот момент свершился. По информации знаю, что некоторые из вас ждали этого момента 2 года, а кто-то ждал 3 года. В этом году сертификаты получают 7 семей у нас, на данный момент у нас всего 5, потому что некоторые по своим причинам объективно у него присутствуют на данном мероприятии. Сумма выделена в этот год получается 5 миллионов 800 тысяч рублей. Я долго вас томить не буду, но давайте начнем наше поздравление. Янис Георгиевич поздравил молодежь и пожелал им создать в новом жилье счастливый семейный очаг. Обладателями сертификата стала и семья Куликовых. У нас три сына, три богатыря. Все как в русских сказках. Хотим выразить огромную благодарность администрации города, края за поддержку материальную в виде субсидии на приобретение жилья. Эта поддержка очень важна. Отметим, что возможность молодым крымчанам получить социальную выплату на покупку жилья предоставлена муниципальной целевой программой обеспечения жильем молодых семей на территории крымского городского поселения на 2015-2017 годы. В финансировании программы принимают участие федеральный, краевой и местный бюджеты. Основная ее цель – это социальная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий. В настоящее время на участие в жилищной программе молодыми семьями подано 46 заявлений. Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. Галоконцерт «Крымские звездочки» собрал одаренных детей со всего Крымского района. Каждый талантливый ребенок имел возможность продемонстрировать свои умения широкой публике. Подробности прямо сейчас. Фестиваль детского художественного творчества «Крымские звездочки-2017» зажег галоконцерт. Позади долгие недели и даже месяцы подготовки. И вот он долгожданный день, когда ребята вышли на большую сцену, чтобы показать свое мое. В кончании учебного года, творческого года. Он был, конечно же, насыщен, плодотворен, потому что наши дети выступали на различных площадках, на различных сценах. Они стали лауреатами всероссийских, международных, краевых, районных конкурсов. Я еще раз хочу сказать, что наши дети самые лучшие, самые талантливые, потому что у них самые замечательные педагоги и руководители, хорошие, добрые, заботливые родители, бабушки и дедушки. Я вам хочу сказать всем огромное спасибо за ваш труд. В мир музыки, искусства, танца и горячих аплодисментов окунулись все, кто пришел в этот день в зал СКЦ. В галоконцерте приняли участие лучшие детские коллективы города и района – солисты и вокалисты. Это коллективы Центра развития творчества, образцовые хореографические коллективы «Кубанушка» и «Весна». Крымские звездочки – это большая стартовая площадка в творчестве каждого ребенка. Наши дети, они очень любят ездить на крымскую сцену, сами мы из станицы Ворениковской. Желаем фестивалю успехов и процветания. Фестивалю «Крымские звездочки» уже более 20 лет. Через него прошло уже целое поколение крымских мальчишек и девчонок, которые в последующем добились больших успехов. Все эти ребята – наша гордость и наша надежда. После показательных творческих номеров были награждены победители муниципального конкурса. Всего награду получили 80 коллективов. Среди них лауреаты и призеры конкурсов. На сцену приглашается ансамбль «Гармония» – центра развития творчества детей и юношества города Крымска. Звучат аплодисменты в зале! Поднять пенсионный возраст предлагают в Центре стратегических разработок. Мужчинам до 65 лет, женщинам до 63. По мнению авторов проекта, увеличение пенсионного возраста позволит повысить к 2024 году пенсии в реальном выражении на 30%. Опрос на злободневную тему провели наши корреспонденты. На днях глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста позволит поднять пенсии на 30%. Мы решили спросить у крымчан, согласны ли они работать дольше ради повышения пенсии. Да нет, конечно нет. Почему нет? Ну это приведет к, и так в стране сейчас нестабильная ситуация, это приведет к очередным забастовкам, к очередным, я не знаю, народ выйдет на улицу. Нет, потому что смертность людей, скажем так, высокая в том плане, что люди просто не будут доживать до своей пенсии. А вот экс-глава Минфина считает, что лучше на 2-3 года поработать больше, но затем иметь более высокую пенсию. И добавил, что многие пенсионеры согласились бы с такой точкой зрения. Что же думают пенсионеры на самом деле? Против, конечно. Какое может быть повышение? Пусть пенсию повышают, но не возраст. Я вот в 55 ушла на пенсию. Мне кажется, это очень нормально в 55. В 60 уже очень сложно. Это уловка очередная, да. Возраст повысится, пенсия, возможно, даже еще уменьшится. На улицах нашего города нашлись и те, кто уверен, что необходим ряд реформ, в том числе и повышение пенсионного возраста. Ну, считаю, нормально, правильно. Потому что у нас все пенсионеры, практически все работают. Я думаю, это неплохо, если бы в целом здоровье нации позволяло трудиться нашим гражданам дольше, чем сейчас. Этот срок определен в государственных рамках. К внимательности на дорогах. Соблюдению правил дорожного движения призывают водители, полицейские и юные инспекторы дорожного движения. В профилактический рейд по дорожно-транспортным происшествиям с участием детей и подростков вышла и наша съемочная группа. Каникулы – время, когда школьники, не занятые учебой, устремляются на улицу. Поэтому, по статистике, именно в каникулярный период происходит наибольшее количество автопроисшествий, в которых страдают дети. В первый день лета Крымская госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». В целях профилактики детского дорожного транспортного травматизма во время летних каникул на территории Красноярского края проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Так, на автомобильных дорогах Крымского района за пять месяцев 2017 года с участием несовершеннолетних детей зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадало шесть подростков. На одном из самых оживленных пешеходных переходов города Крымска инспекторы ГИБДД вместе с ребятами из отряда ЮИД 7-й гимназии вручали листовки для водителей с напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения. «Сегодня 1 июня, день защиты детей. Просим вас быть внимательными на дорожных участках, соблюдать правила дорожного движения, пропускать велосипедистов и пешеходов, возить детей в специально защищенном кресле. Спасибо за внимание». «Спасибо. А вам желаю на велосипедах аккуратно ездить». Останавливая проезжающие мимо автомобили, инспекторы ГИБДД разъясняли водителям ответственность за нарушение ПДД и рассказывали об основных причинах дорожно-транспортных происшествий. Напоминали о необходимости применения удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле. «Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что детское удерживающее устройство в разы снижает риск гибели ребенка в дорожно-транспортном происшествии. Детское кресло – это страховка, которая может спасти жизнь вашему ребенку». Госавтоинспекция еще раз настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными и собранными за рулем при проезде мимо мест массового нахождения детей. Ребенок может появиться на дороге внезапно и в любой момент. Но положительные итоги от проведения данного мероприятия во многом будут зависеть и от родителей детей. Именно мамы и папы, дедушки и бабушки в первую очередь должны научить, объяснять и на личном примере показать, как правильно надо вести себя на дороге и обучить своих детей о замправил дорожного движения. Только совместными усилиями можно уберечь детей от трагедии на дорогах. Работа сотрудников полиции является одной из самых опасных. Нередко при задержании преступники оказывают сопротивление. За простой синяк на лице полицейского могут приговорить к пяти годам лишения свободы, а за более серьезные преступления можно получить пожизненный срок. Что грозит крымчанину, узнаем в нашем следующем материале. Майские праздники входят в число наиболее любимых соотечественниками государственных событий. Но не для всех долгожданные выходные заканчиваются благополучно. Как было установлено в ходе предварительного следствия, в 10.05.2017 в одном из домовладений города Крымска между супружеской парой возник конфликт, в ходе которого супруг применил физическую силу к своей супруге, о чем последнее сообщило в дежурную часть отдела полиции по городу Крымску. Семейный конфликт прирос в драку с полицейским. Житель города Крымска проигнорировал законные требования сотрудника органов внутренних дел, нанес несколько ударов ему по лицу и повалил на землю. Прибывший на место происшествия дежурный сотрудник полиции придавил данному супругу требование прекратить свои противоправные действия. В ответ на что данный гражданин проигнорировал законные требования сотрудника полиции, после чего применил к нему физическое насилие. Следственным отделом по Крымскому району было заведено уголовное дело по статье 318, части 1, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выполняются все необходимые и следственные действия. К другим темам. Опыт старшего поколения бесценен, а главное есть те, кто готов стараться учиться перенимать опыт. В Крымском краеведческом музее состоялся мастер-класс художника по дереву. С автором незаурядных работ познакомились мои коллеги. Бремна и ветви разной толщины и длины служат природным материалом для Баграда Агаджаняна. Проявив фантазию, автор конструирует множество уникальных изделий, которые так нравятся подрастающему поколению. В Крымском краеведческом музее ребятам специально организовали встречу с мастером «Золотые руки». Мы решили пригласить нашего местного умельца декоративно-прикладного творчества Баграта Ишхановича. Искусство художественной обработки древесины – явление редкое. Попав в руки истинного мастера, дерево приобретает вторую жизнь. Вот уже много лет Баграт Ишханович занимается любимым делом и передаёт свои опыты, знания молодому поколению. Вопросов у ребят хоть отбавляй. И сколько дней уходит на изготовление одной фигурки? И как сделать, чтобы сохранилось оно как можно дольше? И какие инструменты необходимы в работе? Топорик, стамеска, пила по металлу, пила по дереву, рубанка, дред. Вот всё это нужно. Пять раз надо лаком покрыть. Сначала грубой шкуркой делаешь, а потом в нулевой переходишь. Дерево должно отлежаться в сухом месте. Только потом виртуус приступает к воплощению задуманного. Но не всегда фантазия мастера остаётся неизменной. Через время он возвращается к своим трудам. Я сегодня так делаю, а через 2-3 месяца думаю, нет, это не надо так. Надо по-другому делать. Я иногда переделаю. Декоративно-прикладное искусство – это обширная область искусств, которая служит художественному формированию навыков и умению молодёжи. И отрадно, что культура резьбы по дереву живёт именно в Крымском районе. Ведь восторг, который отразился на лицах ребят, послужил лучшей наградой – Баграду Ишхановичу. Я очень рад, что дети мои пришли. Дай Бог вам здоровья. Что счастливы жили. Крымская футбольная команда «Филия» в тройке лидеров. Им удалось обойти соперников из Сочи, Ставрополя и Новороссийска. Организаторы турнира посвятили его памяти героя России Алексея Палатиде. За жаркими играми наблюдала и наша съёмочная группа. Футбольные команды спортсменов греческих диаспор Кубани и Ставрополя встретились на городском стадионе «Витязь». Турнир посвятили памяти героя России Алексея Ивановича Палатиде. Девять команд из таких городов, как Сочи, Геленджик, Новороссийск, Крымск, Анапа, Ставрополь и другие боролись за победу. В 2016 году, год России, Греции, Греции в Российской Федерации, мы провели турнир среди греческих команд Краснодарского края. Турнир удался, получился очень хороший, и мы решили эту традицию продолжить. Сегодня у нас уже больше команд приехало, то есть молва распространяется по земле Кубани, и наши радости не только Кубани, но и Ставропольцы приехали сегодня, хотят побороться за наши кубки. Хочу сказать огромное спасибо Крымску, руководству Крымского района за ту поддержку, которую они нам оказали, предоставили нам поле. Хотя им было сложно, потому что у них свои чемпионаты, но они пошли нам навстречу, сдвинули свой график и дали возможность греческим общественным объединениям побороться за Кубок Палатиде. Лейтенант Алексей Палатиде в сентябре 1999 года командовал армавирским отрядом спецназа, которому была поставлена задача обеспечить прикрытие основных сил оперативного резерва в районе села Новолакское в Дагестане. Выполняя задачу, взвод попал в засаду. Алексей Палатиде приказал подчинённым занять выгодную позицию для отражения удара. А сам, отвлекая огонь на себя, стал уводить бандитов подальше от своих солдат. За мужество, отвагу и героизм лейтенанту Алексею Палатиде было присвоено звание Героя России посмертно. На турнир приехал и отец героя Иван Палатиде. Дорогие ребята, я вас поздравляю с этим турниром, который состоится в честь моего сына. Спасибо вам, что вы все помните и спасибо обществу в Греции, что не забывает. И удачи вам в спорте. Желаю здоровья и всего хорошего. На памятный матч прибыл и заместитель главы муниципального образования Крымский район, атаман Крымского районного казачьего общества Сергей Гречененко. Разрешите мне от имени исполняющего обязанности главы Крымского района Сергея Олеговича Леся поприветствовать вас на благодатной крымской земле, пожелать вам, прежде всего, успеха. И сказать, вот как уже здесь было сказано, слова благодарности за вашего соотечественника, который действительно, не жалея жизни своей, защищал рубежи российского государства. Крымское районное греческое общество объединяет несколько сотен греков, которые активно принимают участие в общественных мероприятиях нашего города и района. На этот раз они приняли участие в турнире по футболу. Валентин Арфанов – тренер со стажем, вот уже более 15 лет подготавливает ребят. Состав сегодняшней крымской команды «Филея» – его воспитанники. К турниру готовились, поэтому будут бороться только за призовое место, говорит наставник. Команда сегодня сильная, соперников недооценивать нельзя. Я думаю, мы поборемся за призовое место. Хорошая подготовка, тактика и боевой настрой позволила крымской команде обыграть соперников, выйти в финал и занять почётное третье место. Победителями турнира стала команда «Ставрос» из города Анапа, обыграв команду «Геленджика». Игры были жаркие. Финальный матч до самого конца держал напряжение. Но позитивный заряд был получен. Делится Владимир Кобылкин. Спорт всё-таки сближает, чему-то учит. Молодёжь меньше тянется к рюмке и по прочим вещам. И самое главное, чтобы всё это и дальше продолжалось. На зарядку становись. Утренняя зарядка очень полезна. Она даёт организму энергию, поднимает настроение, помогает нам окончательно проснуться. Заряжались бодростью духа, повышали жизненный тонус и наши корреспонденты. Традиционное бодрое утро встретила крымская молодёжь на площади перед кинотеатром «Русь». В зарядке приняли участие около 50 человек. В этот раз она была приурочена началу летних каникул. В здоровом теле здоровый дух и хорошее настроение делится Оля Мельничук. Она даёт очень много силы, и ты становишься весёлым. Участники заряжались здоровьем под гимнастические упражнения тренера Елизаветы Копыловой. В завершении мероприятия были разыграны приятные призы – фломастеры, блокноты и ручки. Это будет 100! Номер 100! Такой красивый номер получаем приз! Это были все новости о том, как будут развиваться события на следующей неделе. Мы расскажем в наших ежедневных выпусках. А прямо сейчас и в любое время новости и телерадиокомпании. Крымский экран смотрите в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках. А также на сайте крымсктв.ком. Я же на этом прощаюсь. С вами была Наталья Харламова. Всего доброго, будьте здоровы, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова